Много вопросов у жителей города в последнее время появилось к врачам отделения профосмотра. И все они связаны с заключением, которое должен дать стоматолог. Люди жалуются на то, что в профосмотрах их направляют в одну единственную стоматологическую клинику, естественно, она платная. А там, прежде чем подписать заключение, якобы заставляют вылечить несколько зубов. Так ли это на самом деле, разбирался Кирилл Мигель. Пустые коридоры, никаких скандалов и склок. Такой поликлинику профосмотров видели немногие. В начале 12-го здесь всегда немноголюдно, говорят врачи. В общем, самое время проходить медкомиссию. Десятки специалистов принимают здесь всю рабочую неделю, за исключением одного. Побывать на приеме у стоматолога в последний раз здесь можно было в 80-х. Такой штатной единицы сейчас просто нет. А коли проходить осмотр этого врача все равно нужно, людям предложили самим выбирать, куда идти. Вот только некоторые жители утверждают, что их направляют в конкретную частную клинику. А там, якобы, прежде чем подписать заключение, врач сначала вылечит все, что можно. И, разумеется, не за спасибо. Люди действительно направляют в стоматологию, потому что некоторые категории работников должны осматриваться стоматологом. Это предписывает 302-й приказ, и это уже действует второй год на сегодняшний день. В нашей карточке в поликлинике профосмотров есть строчка, где написано «Врач стоматологов». И в этой строчке написано, что вы можете посетить врача-стоматолога любой формы собственности. То есть мы принимаем документы от любого стоматолога. Но это касается только тех, кто проходит обследование в частном порядке. Для регулярных медосмотров от предприятий давно существует другая схема. Организация сама выбирает стоматологию, с которой ей сотрудничать выгодно. Платят деньги, а работники, естественно, направляются к партнеру. На данный момент наши клиники работают в этой системе по проведению медицинских осмотров. Заранее заключались договора с многими предприятелями, бершими, в том числе и бюджетными учреждениями. И наши специалисты проводят такие медицинские осмотры. Пока здесь не висит табличка, и что скрывается за белой дверью, знает только узкий круг посвященных. Но совсем скоро он станет шире. Спустя 25 лет в поликлинике профосмотров заработает стоматологический кабинет. Он уже признан лучшим в регионе. Окружные специалисты назвали его образцовым. На оборудование ушло больше трех миллионов рублей. Оснащение по последнему слову техники, персонал обучен. Словом, хоть сейчас принимай первого пациента. Лицензия пришла только в ближайшую. Вот мне ее принесли только сегодня. Доктор-стоматолог обучен. Она еще работает в другом учреждении, поэтому к нам будет переведена. Все будет зависеть от решения главного врача об открытии кабинета, в какие сроки и когда. То есть человек же должен работать по имеющимся договорам, которые есть. Сегодня договоров нет, потому что не было лицензии, и мы не могли их заключить. Если главный врач примет решение сегодня, значит это будет сегодня. Лицензия, к слову, дает право не только на профилактическую деятельность, но и на терапевтическую. Как только кабинет начнет работу, о путанице с прохождением стоматолога можно будет забыть. Принимать заключение о здоровье и профпригодности горожан будут только от здешнего специалиста. Он уже получил соответствующую квалификацию врача-профпатолога. Кирилл Мигель, Анатолий Пресич, новости нашего города.